Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Норильчан зовут на общегородской субботник. Он пройдет завтра, 10 июня. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Карасев, большая уборка начнется в 9 утра. Очищать от мусора будут территории школ, детских садов, скверов, промышленных и социальных объектов. Присоединиться может любой желающий. Если вам необходим инвентарь для уборки, перчатки и мешки для мусора, то вам нужно обратиться в управление экологии администрации города по телефону 43-70-09. Норильские полицейские задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Мужчина ударил его ножом, а затем расчленил. По данным следствия, в середине мая 32-летний молодой человек пригласил в гости своего 47-летнего знакомого. Во время беседы между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры в пылу ссоры нанес гостю несколько ударов кухонным ножом, от которых тот скончался. На следующий день подозреваемый расчленил тело убитого, разложил части по пакетам, а затем спрятал их в подвальных помещениях двух жилых домов. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. В ходе допроса он рассказал, что приехал в Норильск на работу. Приехал на Нов работать. Откуда, когда? В Сминусинском, в начале года. Слава 18-го, этого месяца. Того это какого? Не знаю. Так, где, на каком адресе, какое преступление совершил? Сыдым человеком. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. И к другим темам. В городском центре культуры прошел концерт в честь Дня социального работника. Поздравить всех причастных к этому празднику пришел глава города Дмитрий Карасев. В этот день принято поздравлять всех, кто работает в органах социальной защиты и обслуживания населения. Кризисных центрах, хосписах, различных социальных службах. Тех, кто ежедневно помогает инвалидам, сиротам, пенсионерам, больным. Всем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В честь праздника Дмитрий Карасев вручил социальным работникам Норильска благодарственные письма и выступил с приветственной речью. Отрадно, что сегодняшний юбилей социальной защиты города Норильска совпал с юбилеем города, которому точно так же 70 лет. Это очень важное событие. Вы идете рука об руку вместе. Город и социальная защита, горожане. Это дорогого стоит на самом деле. За эти 70 лет уже было сказано, что много произошло разных событий. Были объединения, были разъединения. Но тем не менее, работа, вот эта вот планка отрасли социальной защиты города Норильска, которая была взята 70 лет назад, она до сих пор высокая. Об этом можно судить именно отзывами тех норильчан, которые получают социальные услуги в ваших учреждениях. У национальных и культурных автономий города теперь будет свой дом. Глава города Дмитрий Карасев заявил, что администрация готова выделить помещение в центре города. Этот вопрос обсудили на очередном заседании консультативного совета по делам национальностей. Заседание консультативного совета по делам национальностей при главе Норильска проходит ежеквартально. На них обсуждают возможные варианты решений вопросов общин и диаспор, обстановку в городе, а также социальные проекты, реализуемые общинами на гранты администрации города. В этот раз было представлено два проекта – «Ларец самоцветов» и «Сибирская вечерка». В альбоме «Ларец самоцветов» будут представлены 20 мастер-классов, 10 татарских и 10 от разных национально-культурных объединений нашего города. Представители 11 национальностей будут взаимодействовать в процессе подготовки и издания альбома. В рамках проекта состоится проведение цикла из восьми мероприятий семейного досуга «Сибирская вечерка», в ходе в которые будут созданы условия для популяризации духовного и культурного наследия, обрядов, игры и песен старожилов Красноярского края. Знакомство и приобщение всех желающих к русской культуре и традиции гримных славян. Привлечение семьи к общему времяпрепровождению для тесного общения детей с родителями. В администрации отмечают, реализация таких проектов, проведение тематических мероприятий в частности, способствует поддержанию национальных культур, привлечению к ним внимания горожан, укреплению межнациональных отношений. Хочу пожелать всем здесь успехов, реализации. Я уверен, что так же, как и в прошлом году, победителей прошлого года это вызовет очень большой интерес и внесет свой существенный вклад в развитие наших национально-культурных межэтнических связей. Приятной новостью для участников консультативного совета стало и то, что у них появится собственное помещение в центре города. Об этом сообщил глава города Дмитрий Карасев. Помещение по ощупь более 300 метров мы нашли в центре города. Это неживое помещение с актерным залом, с возможностью размещения костюмов, другой атрибутики. Пока такое помещение у нас появляется, я считаю, что это уже определенная победа в этом направлении. В завершении встречи глава Норильска Дмитрий Карасев пригласил представителей общин и диаспор принять участие в праздничных мероприятиях к 70-летнему юбилею Норильска. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев. Норильские новости. В преддверии Дня России в молодежном центре прошла тематическая встреча «Связь поколений». Среди гостей праздничной программы родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. И, конечно, почетные гости – члены ветеранских объединений, которые в преддверии праздника делились теплыми поздравлениями. Голубое мирное небо, самое главное, солнце, улыбок на наших лицах, чтобы мы как можно чаще встречались. Семейная праздничная программа открывает череду мероприятий, приуроченных ко Дню России, которые отметят 12 июня. На 12 число у нас запланировано разворачивание самого крупного арктического флага «Триколор» с нашими волонтерами, с участием волонтеров Победы и просто волонтеров молодежного центра. Отметим, что в рамках празднования Дня России мероприятия на базе молодежного центра будут проходить 12 июня с 11 утра до 8 вечера. В том числе задействуют и спортивную площадку. В мероприятиях примут участие творческие коллективы «Норильска» и мотоклуб «Ночные волки». Ознакомиться с подробной афишей можно на сайте. Ссылка на экране. Дарья Каменских, Александр Вори, Норильские новости. Река Норильская, или как ее называют в народе Норилка, окончательно избавилась от льда. Ледоход на реке начался еще в начале недели. Правда, поток остановил мост. В итоге, с одной стороны реки несколько дней уже была чистая вода, а на другой стороне еще лежали льдины. Теперь же можно сказать точно – лето близко. Практически все Норильские реки и озера уже вскрылись. Отмечу, период ледохода всегда сопровождается прохладной и дождливой погодой. По прогнозам синоптиков, потеплеет в городе только к началу следующей недели. В воскресенье синоптики обещают плюс 12 градусов. В понедельник уже 13 градусов тепла. Летнее настроение в эфире Норильск ТВ. Каждую неделю мы показываем художественные, анимационные и документальные фильмы. Концерты на любой вкус. Контент порадует наших телезрителей своим разнообразием. Сколько живет на Земле человек, столько настойчиво он пытается разгадать тайны мироздания. Одни считают, что все, что есть в нашей жизни, создал Бог. Другие уверены, что это природа, чудеса эволюции. Есть и те, кто убежден, что познать окружающий мир вовсе невозможно. И все-таки, откуда мы взялись? Горячие научные споры, интересные факты о необъятном космическом пространстве, теории и гипотезы о самом таинственном месте. Смотрите в документальном цикле «Тайны космоса. Конструктор Вселенной» во вторник днем. Фреска – одна из древнейших техник росписи стен по сырой штукатурке. Одна из знаменитейших в России кладезей такого искусства находится в Вологодской области. Ферапонтов монастырь более 20 лет считается не просто историческим и культурным наследием страны. Он был включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В главном храме бывшего Ферапонтово мужского монастыря, в соборе Рождества Богородицы, находятся росписи, созданные более 500 лет назад. В 20 веке исчезли надписи, которые были важной составляющей композиции. Исчезла часть высветлений на ликах и одеждах. Живопись стала выглядеть прозрачней. Как сохраняют исторические фрески, смотрите в документальном фильме «Спасенные фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтово монастыря» в среду после полудня. Эмми – необычная принцесса. Она не отстает от моды, от прогресса, поэтому многие считают ее довольно заносчивой. Живет она в замке, в котором с удовольствием занимается уборкой и остальными домашними хлопотами. Эмми обожает находить приключения и проводить свободное время в конюшне с лошадьми, с которыми она разговаривает благодаря своему дару. Привет, Твое Величество! Ну, наконец-то! Я была бы тут давно, если бы некоторые не жульничали. Кто? Мы? Нет, это не вы! Цезарь! Я сегодня особо не спешил, но ты сама просила относиться к тебе, как к обычной девчонке. Смотрите добрый и позитивный мультфильм «Принцесса Эмми» в субботу. Летние дни в компании известных исполнителей отечественной эстрады подарят незабываемые впечатления. Смотрите концерт «Жаркие зимние твои». Свои хиппи исполнят Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Аллегрова и другие. А в День России покажем праздничный концерт Анастасии Лискановой «Я люблю свою землю». Певица исполнит народные русские песни вместе с ансамблем солистов ВГТРК. Смотрите 12 июня в полдень. Здесь все для счастья мне дано, от дедов, прадедов. Софья Зиберова, Дарья Каменских, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски, новости и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте norisk.tv. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!